В программе «Мужское начало», как всегда, оказывает дружескую поддержку компания «Велерой Бог». Вы смотрите жизнерадостную программу с серьезным названием, потому что в эфире «Мужское начало. Вечные ценности». В Петербурге из года в год Эрмитаж открывает свои двери для сотен детей, которые, как никто другой, нуждаются в нашей помощи. Это подопечные Благодворительной общественной организации помощи детям-инвалидам УМКО. Сегодня эти дети по-настоящему счастливы, и значит, мы как общество не безнадежны. Казалось бы, какой Эрмитаж, какое искусство, когда самое главное в данном случае – это лекарство, лечение, медицинский уход? Ну а как же тогда счастье? Вы опять забываете, что наша задача как общество – сделать этих детей счастливыми, дать им возможность жить полноценной жизнью, чего их лишила судьба. Когда они начинают уже интересоваться другим миром, то болезнь, вот она бывает, что отступает, да, действительно. Это удивительные такие примеры были. Главное им поверить, что есть цели в жизни и есть что-то вот не только это. Вот еще один симптом выздоровления нашего общества – волонтеры. В данном случае – курсанты Суворовского училища МВД. В будущем этим юношам предстоит защищать свою страну. Сегодня же они встретились лицом к лицу с теми, кому эта защита нужна больше всего. И вот она кульминация праздничного дня. Грандиозное представление. Подарок от Академии русского балета имени Вагановой. Именно балет детьми воспринимается скорее не головой, а скорее душой. Они хлопают после каждого ПДД, после каждого какого-то номера, действительно так, как будто они являются поклонниками балета. Хотя многие видят первый раз, а некоторые видят вообще только у нас на мероприятии. Завершился балет, но сюрпризы пока не закончились. Нельзя же отпускать в праздничный день детей без подарков. И подарки не заставили себя ждать. Материальное, оно продолжает духовное, потому что дети должны получить подарки после встречи с прекрасным. Для них это дополнительная радость и, так сказать, еще пролонгация вот этого эффекта, вот этого вот счастья, радости, встречи с прекрасным. Посмотритесь в счастливые лица этих детей, в глаза родителей, в которых, наконец, появилась надежда. Прислушайтесь к оживленным разговорам. Сегодня все они счастливы. Они счастливы, как бывают счастливы дети, которым дарят подарки, и родители, которые видят счастье своих детей. Мне понравились в музее, мне понравились больше всего тонные залы. Мне очень понравилось, очень. А самое главное, что это очень полезно для наших деток. Сестренке очень нравилось, она тоже, вот, хоть и больная такая руками. Мамочкам и родителям всем приятно, что детям нашим приятно. А за все это благодаря организации УМКИ. Спасибо им большое за все. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Конец учебного года. В Финеке открывается официальный фан-клуб команды, ворота которой верой и правдой много лет защищает Вячеслав Малафеев. За три лучших вопроса Вячеслав обещает подарить свою книгу с автографом. Можно догадаться, что недостатков желающих поучаствовать в этом своеобразном соревновании не было, поэтому вопросы сыпались один за другим. И вскоре атмосфера стала совершенно неформальной. Чуть дело до танцев не дошло. В раздевалке у нас царит прекрасная атмосфера, и мы с удовольствием слушаем музыку. Не, ну это реально. На самом деле, вот у нас вставляем свои айподы, айфоны и слушаем музыку в течение часа перед игрой. И танцуем? Танцуем. Бывает. То, что Вячеслав Малафеев отлично танцует, знает благодаря Ютубу вся страна. А вот то, что он еще и фильмы неплохо снимает, многие в этом зале узнали впервые. Ведь на момент встречи в Финеке документальная лента, снятая вратарем, о вратарях еще не была известна широкому зрителю, поэтому был показан ее промо-ролик. Фильм получился, как мне кажется, достаточно интересным, потому что если я его смотрел, не отрываясь, учитывая, что я над ним работал долгое время, значит он, в принципе, достаточно неплохой. Другой момент, что, может, не всем интересно, что там вратаре делают в воротах перед пенальти, или почему они эмоционально реагируют на ту или иную ситуацию, или почему они вообще выбрали вратарское дело. Тогда, возможно, ему и не стоит смотреть. Такой он, Вячеслав Малафеев, легкий в общении, умеющий получить удовольствие от любой работы, за которую берется, не скрывающий своих мыслей и чувств. Может ли пригодиться опыт футболиста, будущим экономистом и финансистом? Не спешите с ответом на этот вопрос, а лучше прислушайтесь, прежде чем на него отвечать, к словам, сказанным как будто мимоходом. Если ты добился чего-то, высоких результатов, какие-то достижения у тебя есть, я считаю, что ты все равно должен оставаться человеком и развиваться, учиться, потому что твое образование, то, как ты говоришь, о чем ты говоришь, это твоя визитная карточка на всю жизнь. Поэтому все должно быть пропорционально, и нужно постоянно стремиться к совершенству. Это люди-легенды нашего времени, но каждый подчеркивает, что ему не хватает знаний, ему хочется идти вперед, ему хочется учиться, познавать новые высоты. И, на мой взгляд, вот это очень важно, потому что, если человек не останавливается, значит, он идет, развивается его душа, он растет духовно. И вот эти люди еще раз показывают и студентам пример, что знания надо получать не только во время школы, во время учебы, в вузе эти, а всю жизнь. На мой взгляд, это очень хороший пример для нас, для всех. Предательство, поражение, позор. И предает ни товарищ, ни друг, и даже ни брат. Предает собственное тело. Вот что такое импотенция. Все эти три П начинаются с одного – со стрессов. Мы, может, и слова такого импотенции не знали бы. Живи мы попроще, говорит Владимир Хейфиц, руководитель клиники Арклин. Из истории Советского Союза, когда мы имели в качестве братского народа грузинский народ, и знаем, что долгожители грузины, они славились тем, что в них семьях рождались достаточно пожилых мужчин, дети одновременно с внуками. На самом деле все начинается не с возраста, а с неустроенности, с того, что жить толком негде. Именно с этого, по мнению доктора Хейфица, начались печали одного его пациента – советского офицера, человека могучего и крупного во всем, кроме интимной жизни. Он мне демонстрировал все свое грустное отношение к происходящему тем, что разводил ладони, они были очень большие, и говорил, товарищ подполковник, все комом. Так как плохо было с жильем, он прибыл из Германии, и им дали комнату, и он с пятью детьми проживал в комнатенке. Плотовая неустроенность не способствует хорошей гармоничной половой жизни. Это как один из примеров. И не помогает ни заменитый размер, ни другие какие-то свойства. Стресс и неустроенность, наркотики, табак и алкоголь влияют на потенцию, так же, как любое тяжелое заболевание. Но в болезни организм просто бережет себя, выключая некоторые желания. Человек говорит, да я буду пить и курить. А он действительно ухудшает социальный облик страны в целом. Кто он такой? Ну и патент. Но ведь есть и верный путь, доказавший свою эффективность. Существуют методы лечения, за которые даже Нобелевскую премию присуждали. Просто нужно пройти обычный путь. Визит к доктору, диагностика, выбор методов, препаратов и дозировок. Этим путем стоит пройти ради очевидной и вечной ценности. Существует такое понятие, как любовь, и она важным компонентом имеет половую жизнь. И для решения этих проблем все методы хороши. Тем более, что они носят сугубо медицинский характер. Мы не гонимся за сенсациями и не ищем горячие новости. Поэтому наши сюжеты не похожи на другие. Если наши ценности совпадают, увидимся через неделю. Госпиталь Аркли. Телефон 321-08-12. В программе «Мужское начало», как всегда, оказывает дружескую поддержку компания «Велерой Бог». Субтитры создавал DimaTorzok